О дорожной безопасности в режиме онлайн. В регионе стартовала социальная кампания «Выйди из тени, будь ярче», цель которой – популяризировать свето-возвращающие элементы на одежде у детей и подростков. К спикерам на вебинаре присоединились десятки школ Ивановской области, главные слушатели – учащиеся пятых-шестых классов. Мы считаем, что на эту категорию нужно обратить внимание больше. У нас сейчас было 96 точек подключения, в каждой точке были несколько классов, и мы считаем, что вот таким форматом нам удалось добиться более широкого приобщения детей. В осеннее и зимнее время напоминание о необходимости сделать одежду более заметной на дороге будет не лишним. Темнеет рано, погодные условия тяжелые для автолюбителей. Не совершите мраковую ошибку и должны помочь дети. Свето-возвращающие фликеры позволяют водителю увидеть маленького пешехода на расстоянии 150-200 метров. Если пешеход не использует светоотражающие элементы, то он станет заметен водителю на расстоянии 25-50 метров. Тормозной путь автомобиля в осенний период составляет примерно 70 метров. То есть очень высока вероятность, что пешеход окажется под колесами автомобиля. Вместе с сотрудниками госавтоинспекции и общественниками ребята попробовали самостоятельно сделать свето-возвращающий брелок. Аксессуар полезный и модный. Я его делала из ленты, бусинки и полоски светоотражателя. Сначала мы нарезали полоски вот такими небольшими кусочками. Потом мы надели на него бусинку и привесили на ленточку. В завершении встречи организаторы объявили о старте творческого конкурса, посвященного тематике социальной компании. Детям предложили пофантазировать на тему необходимости ношения светоотражающих приспособлений, сделав их своими руками, нарисовав плакат или сняв видеоролик. Итоги будут подведены 17 ноября. Мария Смирнова, Антон Осипов, Эртова, Иванова.